Есть люди, которые идут к чистоте, то есть ходить куда-то в своей вере в храм, уважать этих людей, постепенно ты начнёшь различать, у кого больше чистоты, у кого меньше. Но как только ты начнёшь критиковать их, что типа ты неправильно Богу служишь, ты правильно начнёшь разборки делать, там, у нас хорошая вера, у вас плохая, как только на этот путь встал, всё у тебя будет разрушено. То есть духовная жизнь означает учиться видеть чистоту в тех, кто идёт к Богу. И никогда не позволять себе осуждать, обсуждать это всё, это не моё дело. Я пришёл вот в эту зону, где идут к Богу, и я там хочу видеть только чистоту, всё. Обязательно придёт время, и ты начнёшь видеть грязь, также недостатки, те, кто идёт к Богу. У них тоже есть недостатки, но именно если ты начинаешь на них обращать внимание, то ты предпочитаешь в них не духовное, а материальное, и теряешь возможность контакта с Богом. Потому что Бог показывает себя через людей сначала, через святые места. Он напрямую не покажет тебя себе. Как девушка говорит, я начала слушать, начала верить, и она пошла вот в этот контакт. Это в страдании в сильном, возможно. Когда у человека нет выхода, он думает, всё, я не знаю, что делать. И он раз, почувствовал вот эту энергию Бога, и сразу раз, поверил, начал слушать. Её же никто не заставлял меня слушать. Она просто почувствовала, и всё, и пошла, пошла, пошла. Так же вот человек, допустим, в храме служит Богу, и человек раз почувствовал, что ему поможет. Начал служить, помогать. Самое главное в это время не обращать внимания на то, что тебе показывают, что есть у него недостатки. Это не твоё дело. Тебе же с ним не жить, не целоваться, но есть недостатки, есть какая-то разница. Это не твоё дело. Чуть попозже. И понимаете, вот эта память о святости, или, допустим, священное писание читаешь, и чистоту в нём пытаешься понять. Служишь священному питанию, стоишь на алтарь, поклоняешься Ему, держишь в чистоте, перечитываешь одно и то же много раз, и через священное писание начинает вот эта победа над судьбой. Ты помнишь вот эту фразу там в священном писании, эта фраза помогает тебе помнить о Боге, и ты побеждаешь так в сердце вот это страдание, свою судьбу. Или, допустим, святое место, человек верит в святое место, он приходит туда, святой водой омывается, и раз прошла проблема, потому что, ну, через память о святом месте и веру в него человек побеждает судьбу. Ну, то есть, всегда любая память о божественном, о с Богом связанной, она даёт победу над судьбой. Я проводил разные эксперименты, даже ответы на вопросы. Например, беру изображение святой Матроны. Я не христианин, не православный человек, но я всё равно беру святой Матрон, потому что я знаю, что в этой традиции Бог есть. Я не мусульманин, но знаю, что в этой традиции также есть Бог, поэтому я верю в имя Аллаха и верю в Коран, ну, то есть, в Азан, там, ну, то есть, в эти молитвы. Я взял её, как бы, изображение Матроны святой, и у меня там реальная проблема. Я в молитве сам не смог понять, так сильно мне хотелось сделать, как я хотел, что я просто не мог слышать молитву. Мне так жар, прямо жгло, вот, сделать. Иногда так у человека бывает. Так, хочу третьего ребёнка, хочу третьего ребёнка. Муж не согласен. То есть, всё, всё на дыбах. Ну, то есть, жар такой в сердце. И я Матрону смотрю на неё. Так или так сделать? Её спрашиваю. И в сердце сразу, прямо мгновенно. Я смотрю на неё, мгновенно ответ. Вот так сделать? Так, как я не хочу. Я такой, а может быть, вот так всё-таки ей? И такая на лице улыбка у неё такая. А может быть и так? Опять ответ тут же, прямо, сразу в сердце. А может быть и так? Я думаю, понятно. Понятно. Не хочешь правды, значит, получишь ложь. Я такой, ээээ. Ну, и заставил себя так сделать и избежал большой беды. Представляете? Просто Бог меня уберёг вот так. И окряхтел. То есть, заставил себя. Потому что, потом я в ведах прочитал, что в большом желании таится опасность. Например, человеку надо купить дом. Может быть, это и хорошо, купить дом ему. Но если у него есть сильное желание сейчас, вот у него есть деньги, и всё, ааа, хочу быстрее купить дом. И тут подворачивается супер дом, супер цена. И говорят, быстрее покупай, всё, как бы, а то уйдёт. Ему говорят. И он, ааа, быстрее покупать. Очень неблагоприятно. 80-90 процентов, что будет подвох, и ты потеряешь деньги там. Ну, то есть, так действует злая судьба. Она через сладкий вкус и сильное желание всегда действует. То есть, там полюбил девушка, у меня жена есть. И там она, ой, такая хорошая, и меня любит тоже. И меня понесло, понесло, понесло. Всё, жена, до свидания, дети, до свидания. Всё. Полетел. Яд. И это, говорят, самый сильный и опасный яд имеет сладкий вкус. Мотылёк летит на свет и погибает на свету, потому что он больше всего в жизни любит свет. Он наслаждается светом, поэтому он обжигается светом. Рыба больше всего любит вкус, и поэтому даже если она чувствует на крючке это острое что-то, она всё равно, она выплёвывает сначала червяка, а потом думает, блин, была не была. Ну, потому что ей хочется опять попробовать, ей очень нравится, она вкусом живёт, у неё нравятся вкусовые ощущения. Поэтому рыба, она плавает по акваринам, всё пробует. Так, это такой вкус, это такое. Она живёт вкусами. То есть ей нравятся вкусы. И поэтому на крючок. А человеку нравится влюблённость, любовь. И это его крючок, как у рыбы. Попадается человек на этот крючок, и всё, он уже не может ничего с собой сделать, его как бы тянет. Попался на крючок. Всегда, когда сильное желание, допустим, дом купить, надо помолиться, чтобы сердце успокоилось. И потом, когда тебе предлагают какое-то жильё, ты чувствуешь хорошее жильё, в сердце спокойно. Нет, быстрее, быстрее нет. А просто спокойно, вот всё нормально будет, спокойно. Значит, можно покупать. Ещё подумал, помолился, и можно покупать. Никто тебя не торопит, если судьба хорошая. Что, допустим, замуж, ой, какой парень, там всё быстрее, его любить, там всё, верить в него, жар в сердце, там очень неблагоприятно. Хороший человек, в сердце спокойно, общаемся, развиваем отношения, очень благоприятно. Значит, будет крепкая, спокойная семья. Любой жар в сердце означает обман, опасность. Или другой вариант опасности, когда сильно плохо. Вот что-то происходит, вау, всё разваливается в жизни, человек в шок такой входит, да, вообще какой-то кошмар. В обоих случаях нужно отвлекаться от событий. Думать о Боге, успокаивать события в своём сердце. Делать так, чтобы всё стало спокойно. Пока спокойно не стало, ничего не делать, никакой поступок. Ребёнок, допустим, беспредельничает, двойки получать начал, там всё, понесло его. Сначала молитва. Молимся, молимся, молимся. Всё, спокойствие по отношению к ребёнку. Потом подошла, чувствую, могу разговаривать, не буду ругаться с ним. Подошла и начала разговаривать. И потом поняла, 70% случаев ребёнок не виноват. Представляете, вот он, его понесло, 70% случаев он не виноват. Представляете? И только в 30 он виноват, и то ты сможешь в этих 30 даже ему объяснить, что надо делать. Какие 70%? В тяжёлый период у ребёнка он просто не может учиться. Дальше. Очень плохо влияют учителя. Он с ними в конфликте и не может поэтому учиться. Третья ситуация. Это не его предмет вообще. Он никогда там не сможет учиться. Если ты это понял, ты тогда уберёг его от опасности, потому что если ты долбишь его предметом, который он не сможет освоить, то ты разрушаешь в нём разум. Ребёнка надо, наоборот, направлять туда, где у него получается, чтобы раскрыть его способности, таланты. Понимаете? И вот эти все проценты из-за того, что ты опечален, обескуражен, ты не видишь. И начинаешь ребёнка давить вот в эту пятёрку. И разрушаешь его жизнь в результате. Такое может быть. Опасность всегда таится в отчаянии, в том, что что-то у тебя в жизни не получилось, ты говоришь, пошло, понесло тебя. Это большая опасность. Будь осторожен. Всегда во всех ситуациях жизни все вопросы решать нужно только в спокойном состоянии. Один мой знакомый. Очень же жена была верна, хорошо себя вела. И он узнаёт, что она сделала поступок, который она с ним не согласовала. Ну, неизменно, а просто такой поступок, который свой какой-то она сделала. И он звонит ей в другом месте, находится в это время дома. Звонит ей и начинает её ругать. И рядом находится астролог. Он раз, карту составляет, говорит, сейчас очень неблагоприятно с ней ругаться, разрушится брак. И он такой, как бы, поговорил, поругался с ней и чувствует, сильно испортились отношения. Потом на следующий день, думает, опять надо позвонить. Спрашивает астролога, я хочу опять поговорить, поругаться. Ну, запретить ей, как бы, это дело. Астролог, говорит, посмотрел карту, говорит, вот если сегодня поговоришь, тогда точно брак разрушится и уже невосстановим. И он кряхтел, кряхтел, ходил и взял, позвонил и поругался. И брак разрушился и невосстановим. Как говорится, за что боролся, за то и напоролся. И так часто у нас в жизни бывает. Бывают такие ситуации. Одна моя знакомая, врач, ночью спит, мама приходит во сне, говорит, дочка, я умираю, помоги. Она думает, какой-то кошмар приснился, перевернулась на другой бок, немножко она этот образ посмотрела, посмотрела и все-таки заставила себя заснуть. Потом встала, приходит к маме, мама умерла в соседней комнате, а мама во сне приходила. И она себе простить этого не может. Почему? Потому что, ну что бы ей взять и не помолиться в это время во сне. Вот кто ей помешал? Она просто не знала, что так можно делать. У нее не было опыта. Если бы она помолилась, она бы узнала мнение Бога. Когда ты молишься, Господь сказал, вставай, иди, помоги ей в последнюю минуту жизни. То есть у нас есть способность влиять на ситуацию. Она находится в контакте с Богом, в памяти о Нем, в спокойном сердце и в чистоте человеческой. У каждого человека есть такая способность. Вы все можете знать, что с вами будет чувствовать ситуацию и побеждать ее. Каждый человек в своей жизни. Продолжение следует...